МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня поговорим о том, как люди в СССР заряжали банки с водой у телевизора. Думаю, многие из вас об этом слышали, а те, кто постарше, даже и видели, а то и сами заряжали воду у телевизора. Делалось это для здоровья, а также чтобы быть как все и не упустить бесплатной халявы, что в целом хорошо укладывалось в парадигму советской жизни. Вообще феномен зарядки воды у советского телевизора очень интересен. Он вскрывает сразу несколько косяков советской системы. Во-первых, это, конечно, развенчание мифа о лучшем в мире советском образовании. Народ, запустивший, так сказать, человека и двух собак в космос, в своей массе верил, что через телевизор в воду передается какая-то там энергия, в этой воде остается и к тому же способна вылечить какие-то там болячки и разного вида недуги. Во-вторых, зарядка воды показывает в целом плачевное состояние советской медицины. Народ был вынужден прибегать к всяким шарлатанским способам лечения, так как часто видел в них последнюю надежду. Официальная медицина лечить либо не могла, либо не хотела, либо и то, и другое вместе. Ну и в-третьих, феномен телевизионных банок во всей красе демонстрирует внушаемость советского человека и его безоговорочную веру в телевизор. Раз показывают по телевизору, значит это правда. Такая мысль внушалась советским людям на протяжении нескольких поколений. И это на самом деле достаточно жуткие вещи, показывающие настолько внушаемым был советский человек и как им было легко манипулировать. Если бы в один из вечеров из советского телевизора раздался бы приказ выйти в окно или сесть на бутылку, то многие советские граждане старательно бы этот приказ выполнили. Многие молодые люди, кто немного застал поздний СССР, а также те, кто родился после, запомнили двух телевизионных гипнотизеров – Чумака и Кашпировского. Некоторые ошибочно считают, что воду заряжал Кашпировский, но на самом деле тот только проводил телесеансы и позже ездил с ними по стране, а воду заряжал Чумак. У телевизионного целителя Алана Чумака была интересная жизненная история. В молодости он работал советским журналистом и однажды хотел сделать разоблачительный материал о разных там народных целителях и прочих подобных товарищах. Как позже рассказал Чумак, во время подготовки этого материала он убедился, насколько это все порядочные и хорошие люди, а также после намека одной исцелительниц обнаружил сверхспособности и у себя. Несколько лет Алан Чумак работал с пациентами на дому, исцеляя их целебными движениями, водя руками над пациентом. А в конце 80-х годов впервые попал на телевидение. Кстати, по словам Чумака, денег со своих клиентов он не брал, хотя их ему несли пачками. В 1989 году состоялся первый телесеанс Алана Чумака. Действие было обставлено минималистично и в то же время весьма впечатляюще. Чумак просто сидел перед экраном, его снимали крупным планом за столом. В начале сеанса он ничего не рассказывал о себе, а просто заявил, что сейчас, мол, будет сеанс телевизионного лечения, а после начинал махать руками в воздухе. Позже Алан Чумак разъезжал по всему бывшему СССР с гастролями и устраивал там всевозможные сеансы исцеления, а также заряжал все, что можно. Крема, мази, воду, а также и другую фирменную продукцию, вроде собственных заряженных фото для прикладывания к больным местам. Тут надо сказать, что Алан Чумак обладал достаточно привлекательной телевизионной внешностью, чем-то напоминал повзрослевшего Шурика из кавказской пленницы, а также обладал весьма убедительным голосом. В общем, умел расположить к себе, что вкупе с установкой «в телевизоре врать не будут» заставляло множество советских людей ему верить. Вовремя одного из сеансов, кажется, это был не первый, а второй или третий сеанс, Алан Чумак сказал, что все желающие могут поставить перед телевизором банки с водой, которые в конце сеанса окажутся заряжены. Мол, с помощью этой воды можно будет исцелять всякие недуги, мазаться ею, пить ее для здоровья и так далее. В доме у каждого советского человека было изобилие всевозможных банок, и люди принялись набирать в них воду и ставить эти банки перед телевизорами. В начале сеанса Алан Чумак говорил несколько слов и давал небольшую установку вроде этой. Для того, чтобы сеанс прошел успешно, сядьте, расслабьтесь, разомкните руки, ноги, устройтесь поудобнее. Вы уже помните, смотреть на меня не обязательно. Прислушайтесь к тому, что будет с вами происходить. Воздействие на те органы желудочно-кишечного тракта, которые вас беспокоят. Это и желудочно-кишечный тракт, это и поджелудочные железа, и органы выделения, почки и так далее. Значит, приготовили ли воду вы сегодня? Вам вода особенно потребуется, как продолжение нашего сегодняшнего сеанса. В этом случае можно приготовить мази, кремы, все, что приходит в соприкосновение с вами. Пожалуйста, начали. После такой установки, Аллан Чумак умолкал и начинал делать пасы руками перед камерой. Микрофон при этом оставался включенным и транслировал в эфире его дыхание и причмокивание губами, что вместе с шумом из студии создавало некое гипнотическое впечатление. Помахав руками минут 5-7, Чумак говорил, все, сеанс окончен, до новых встреч. После чего вода считалась заряженной. Что делать с водой потом, не рассказывалось. Тут все отдавалось, так сказать, на волю фантазии телезрителей. Самое забавное в этом всем то, что самые лучшие всех в мире образованные советские люди, по сути, в автоматическом режиме совершали действия, приказ на которые поступил из телевизора, причем совершали совершенно не задумываясь. Никто из фанатов Чумака не пытался вникнуть в вопрос, какой физический или химический процесс подразумевает под собой зарядка воды. Как именно та самая зарядка должна произойти через кинескоп обычного телевизора. Откуда зарядная энергия узнает, что надо заряжать именно банку с водой, а не стол под ней. Никто над этим вопросом не задумывался. Люди реально верили, что вода станет заряженной и все. И это явление показывает очень печальные вещи в советских людях. То самое халявное, лучшее в мире советское образование было обычной фикцией. Учила только утилитарным наукам, но не учила независимо мыслить. И как только плохо образованный советский человек столкнулся с чем-то, что выходит за пределы его навыков и умений, а также за базовый курс лженаучного марксизма и ленинизма, он тут же терялся и начинал заряжать банки с водой, так как не умел самостоятельно думать и привык безоговорочно верить телевизору. Кстати, те же самые, лучше всех в мире образованные советские люди точно так же безоговорочно верят в телевизионные ужасы про Украину, США, Гейропу, не включая самостоятельное мышление. Вот такие вот дела. А вы заряжали воду в СССР? Видели, как это делают? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин